Дома не сидим, каждые выходные соревнования сейчас немножко подутихло. В этом году решили немножко сменить формат соревнований, поехали все этапы Суперкросс. Первый этап был в Каменск-Уральске, второй был в Магнитогорске. Третий этап был в Туле, сейчас должен был быть в Москве, но его отменили, я не знаю, по техническим причинам организаторов. И перенесли финал в Питер. По этим этапам есть кого отметить, наши ребята неплохо выступают, почти на подиуме, надеемся на финал, чтобы запрыгнуть на подиум. Можно отметить Ширяев Кирилл, там у нас четвертый идет по всем этапам, Зюзев Глеб пятым идет. Ну это, так скажем, взрослые ребята. В классе 65 можно отметить у нас Скоромыслов Константин, он на Урфо третье место занял на первенстве. Вот сейчас ждем финал, конец сентября, ну параллельно вот гоняем фристайл еще успеваем. Про фристайл расскажи, да, в Мурманске были, что там проходило, как выступили, понравилось, не понравилось? Да, это было очень зрелищное такое массовое шоу, приехали сильнейшие спортсмены России, от нас из Полевского ездили три спортсмена. Я, Никита Кричко и Илюха Бутаков. Вот, достаточно тяжелая была программа, там примерно на пять часов, учитывая всю работу со зрителями, учитывая сколько ты в воздухе. Ну, было тяжело, спинка все еще болит. Так что, ну, выступили достойно. Разбили команды по парам, смешали, сделали такую коллаборацию, случайным выбором, случайных чисел. И попались, то есть, параллельно кто-то с москвичами, ну, такими парами прыгали. Ну, новый опыт, да, получили? Да, новый опыт, новый формат соревновательный. Потому что в следующем году прям масштабное планируется в Мурманске соревнование, там будут прям все вообще спортсмены по мотофристайлу собраны в одном месте. Может сказать, полевчане уже зарекомендовали себя в этом относительно новым видом спорте? Да, полевской знают, уже как бы все. Раньше полевские говорили, сейчас уже все нормально. Чего полевчанам ждать дома у себя на родной трассе? В скором времени что-то будет? Да, сейчас идет небольшая реконструкция трассы. Перенесли стартовую поляну, сделали зрительскую зону. Делаем сейчас полностью стартовую машинку новую. Ну, и в техническом состоянии поддерживаем трассу. Кстати, большая благодарность Северскому трубному заводу за предоставление металла, чтобы изготовить нам всю конструкцию. Ожидаются соревнования примерно в конце сентября. Как там рассчитываете выступить? Все-таки дома, наверное, стены помогают? Ну, дома, конечно, все планируют выиграть, потому что трасса привычная, все уже с закрытыми глазами можно ехать. Поэтому сейчас пока тренируемся, держим в форме и готовимся на Питер, на финал.